Я Владимир Выборный, ландшафтный дизайнер и буду делиться с вами опытом два раза в месяц. Сколько это будет не знаю, насколько хватит меня и вас. Если у вас будут вопросы, я буду готовиться под отдельные темы, которые вас относятся. А так буду предоставлять материал, как я себе представляю, для того чтобы получить общее представление о процессе ландшафтной архитектуры, создания объекта ландшафтной архитектуры, дизайна, отдельного сада и так далее. И сегодня лекция у нас о газоне. Вопрос сегодня актуален, потому что отношение к газону сегодня в мире меняется. И вот возникла почему я назвал лекцию, как вначале газон быть или не быть в саду или парке. И действительно, мы в конце лекции ответим. На экране будут картинки, будет текст. Где-то он будет совпадать с тем, о чем я говорю, где-то нет. Желающие потом могут получить презентацию. И задавать вопросы можно по ходу. Не будем ждать в конце лекции, потому что забудем. Ну понятно, декоративный газон штука интересная, красивая, в саду очень популярная. Вот и наверно самая популярная вещь, которая есть в саду. Газон занимает различную площадь в зависимости от объекта. В маленьких парках, естественно, его должно быть меньше, в больших может быть больше. Каких газонов мы дальше будем рассматривать. Мы сейчас говорим, термин газон это дырновое травяное покрытие. Надо для себе отметить такой момент, что в газонных смесях в основном, в большинстве участвуют травы, которые любят влагу. Солнце. Это луговые травы. И когда вы решите под деревьями сделать газон, вспомните о том, что там луговые травы, любящие солнце и влагу. Здесь такие данные интересные, сколько нужно воды. А так как она все дорожает и дорожает у нас вода, становится ценным ресурсом. Тем не менее, человек, который занимается поливом, скажет, что поливать нужно много. Но газон, естественно, решает различные декоративные и санитарные задачи, понижает температуру. Я уже говорил, что под газоном мы понимаем, что это площадь или территория, которая засеяна или раскатана в лозунный газон, где присутствуют травы. Газон можно высевать семенами или укладывать в выращенный дом. Но об этом мы знаем все. Я как бы коротко, быстро пробегаюсь, потому что эта информация, я думаю, всем известна. Значит, хочу обратить внимание, что есть два типа газонов. С декоративной газоном, вот, опечатку сделал, два раза написал газон, и газоны специального назначения. Обратите внимание на дату, 55-й год. Украинский ученый написал очень интересную книгу, автор Лаптев, к сожалению, не знаю, как имя, учество. Ее можно найти в интернете. Я считаю, что это одна из таких бестселлеров по газону. То есть не Хисайон, а именно Лаптев. И у Хисайона, конечно, тоже хорошая книга, но вот здесь Лаптев больше, еще в 55-м году, дал классификацию газонам, дал видовой состав газонов в зависимости от типа. То есть, если кому-то интересно, найдите Лаптев газоны. Поисковик вам сразу ее выдаст. И вот он дает тогда еще классификацию. Мне она нравится, я ее всегда привожу к примеру. Это партерные газоны, обыкновенные садовые газоны или универсальные, луговые газоны или смешанные, мавританские, и комбинированные. В принципе, для себя можно просто отметить, что есть партерные, обыкновенные и спортивные. А там уже потом. Из названия мы понимаем, что специальное назначение – это спортивные газоны, расположенные на стадионах и подромах. Газоны на аэродромах. Раньше делали газон гидрокосеевом на различных склонах, даже железных дорогах. Но это все оказалось очень сложно в эксплуатации. Поэтому газон посеяли, из универсального газона стал луговой, а потом вообще стал, не знаю, дикий лук, наверное. То, что мы имеем, вот оно как-то сейчас. Хотя изначально это были газоны. Партерные газоны. В принципе, партерный газон – такая интересная штука. Обычно ее делали у парадной части. За ней следили, вычесывали, удобряли, поливали. Ну, одним словом, это было предметом гордости. Те старые далекие времена. Вот, и немножко другой был состав травы. Вот, у нас был опыт, мы, это наш объект, перед домом мы сделали партерный газон из поливицы. Вот, она отличается от альбраса, синицы, она дает побеги. Вот, ей нужно очень низкая стричь. Она дает плотный ковер, действительно пушистый, такой, вот, знаете, вот, действительно, как ковер. Потому что нежные побеги. Вот, хорошо она дернеется, но уход за ней просто адский. Особенно вычесывать весной, плотный газон. Прорастает бурья. Ну, бурья, наверное, меньше войлок. Когда вы косите, остается срез войлок. И формируется войлок. Войлок нужен для газона, чтобы меньше было испарение воды. Но и он забивает потом новые ростки. И, ну, нужно четко следить за тем, чтобы слой войлока был небольшим. Потому что, так как партерный газон низкий, ниже, чем обыкновенный, тот допускается, там, до 5 сантиметров. То есть, там, 3 сантиметра. И войлок. То есть, понимаете, и уходных работ за партерным газоном гораздо больше. И он, скажем так, на универсальном газоне какие-то проблемы, ну, не так видны, как на партерном. Поэтому, прежде чем делать партерный газон, нужно хорошо подумать. И ходить нельзя, я понимаю. Так, а партернеристы нельзя ходить? Ну, можно, но нельзя. Если, допустим, овсионится более устойчивая или там мягкая к вытаптыванию, да, ну, игре там, то по поливису нет. Ну, прошу, покосил. Такие технологические, я скажем, технологические ходьбы. Но не миграют. И вот на этом объекте достаточно была большая площадь, по желанию заказчика, высаженная, но хлопотная. Остальной участок весь в универсальном газоне, да, это. Ну, это еще 2004 год. Тогда и литературы было мало, и знаний было, а опыта вообще было очень мало. Вот поэтому то, что мы книг в журналах читали, мы это все внедряли на объекты, а потом через много лет приезжаешь и смотрим, ну, сколько же ошибок. Вот, это тоже вот этот партельный газон перед домом, тот, который был вдалеке виден. И вот его садовник немного не угадал с удобрениями, а объект пошел. А на универсальном не так это все видно. Здесь вот тоже самое, проплешинки. Вот, хотя вот здесь на обыкновенном газоне он воспринимается, ну, более цельный. То есть, ну, может быть, фотография не совсем удачная, но он лучше, чем партельный. И меньше хлопот. И зеленее. Да, да. Ну, здесь коды на газоне. Это в парке. Обычные в картинке. Травосмеси. Сегодня основные травосмеси, видовые составы, это райграсс, овсеница, мягкий. Это основные. И в зависимости от комбинаций, пропорций и сортов. Мы можем говорить о том, универсальный газон, спортивный газон, но в целом состав такой. Луговые смешанные. Вот, видите, бурья на стену, да? Это газон. Но только луговые. Это не бурья. Да. Это красиво. Это у меня есть, ну, как говорит, сапожник без сапог, вот как бы, как же ланшафтный без своего парка или сада, да? Вот у меня есть такая возможность экспериментировать у себя на объекте. Называется этнографический парк Казацкий хутор Галушко. Вот. И я его затеял 10 лет назад, и там провожу, наряду с зарабатыванием денег в туризме, я провожу эксперименты с различными растениями. Скажем, растениями, которые вот стали популярны у нас несколько лет назад. Это различные многолетники, которые мы пытаемся высаживать как дуговые газоны. Сегодня есть даже такое название, может быть, что-то слышал, новая волна. Это когда сторонники природных устойчивых посадок, они говорят, газоном нет, только есть вот такие природные посадки, бескантусы, ну, одним словом, там, вейники и так далее, и так далее. В принципе, хорошая тема. но я думаю, что ей мы посвятим отдельную лекцию, потому что там есть разные подходы. Но мне она нравится, хотя мне и газон нравится. И, кстати, если кого будет интересовать рулубный газон, обращайтесь, я продаю газон рулубный компании MaxDim, производителя из Нипокодробска. Это небольшая реклама. То есть мое выступление не обличение газона. Я хочу, чтобы вы просто для себя разобрались в этой теме и использовали газон там, где он нужен. Вот это основная цель сегодняшней лекции. Да, так вот, есть такая поговорка у английских дизайнеров, что бульян это просто неизведанная декоративная травма. то есть вот то, что мы видим у нас в природе, вейник, например, это злостный сорняк. Золотарник, злостный сорняк. В России и Беларуси он запрещен. Вот. У нас пока нет. Есть сорта вполне хорошая золотарника. У меня на участке растет три сорта. Он не такой агрессивный, как рассказывают. Мне нравится, я его использую. Поэтому луговые смешанные газоны, в принципе, это интересная тема. Ее нужно использовать понятно, на солнечных местах. есть влага, подбирайте влаголюбимые растения. Если степь сухая, соответственно, более засухую стучку. Но, к сожалению, у нас нет наработок дизайнеров, я знаю свое окружение, лично нет устойчивых наработок, которые рекомендовали бы использование многолетних луговых трав в комбинациях, как они между собой взаимодействуют, как они заполняют пространство, именно на луговых посадках. Не в классическом понимании садоводства, когда мы высаживаем растениями, такими блоками, куртинами, то есть один вид посадили, отступили от него, землю замучировали, а рядышком другой вид и любуемся этими цветниками. Не дай бог, какой-нибудь сорнячок прорвется снизу, соседи засмеют, и сам будешь ходить нервничать, как же так, там, кто-то. Забегая вперед, есть мнение, технология, когда подбирается растение по ярусам и засаживается одновременно все сразу. И таким образом луговая посадка растет и каждое растение занимает свою нишу под солнцем в прямом смысле структурные растения высокие более низкие и почва покровная. тогда возникает более устойчивая посадка пока кто-то из них кого-то не побегет. И вот проводя у себя эксперимент я тоже пришел к каким-то выводам и опять посередине отдельную лекцию на эту тему сделал. То есть луговые газоны хорошая тема. Если бы у нас в городе была вот эта тема внедрена, мы бы наверное не имели проплешин этих существующих газонов, мы бы не имели в принципе голую землю, которую мы имеем в парках. Решая смешанные посадки. Не газон под деревьями. У нас парк возник прибрежный и сразу закатали газон. Мы прекрасно понимаем, что через несколько лет, когда поднимутся деревья, газона там не будет. Верновой покров будет. Но зачем было тратить деньги на это дело? Или вот допустим это тоже на хуторе мискантус. То есть интересная тема, ну все знают, кто бы интересовался, мискантус, в литературе пишут, хорошее растение, нетребовательное, поливать не надо, ничего подобного. Это мискантус, да. Он похож, это тростник, злаковый, но он похож на наш очеред, скажем так. и когда на один объект я привез, заказчикам были круглые глаза, он сказал, я поеду сейчас накопаю, а ты мне по 50 гривен привез, штучка такая. Вот. И это, кстати, такая тема, почему луговые травы у нас не так культивируются пока, потому что они растут у нас в изобилии, в природной дикой форме, не культивированной. Там тысячелистник все видели, белый, прекрасное растение. Мне очень нравится. Заказчику не нравится. Есть сортовые тысячелистники, палитра богатая, но они не такие выносливые, как тысячелистник, которые растут у дороги на трех сантиметровой толщине, вообще непонятно смеси асфальта, какой-то пыли, грунта и все остальное. Но он у нас считается сорняком, потому что он заполняется. Но в природной посадке он прекрасен. Такая же ситуация с мискантусом и тростником. Тростник австралийский, южный. То, что мы видим у нас на реках, вдоль берегов, тоже прекрасное растение. кстати, очень хорошо фильтрует воду, очень хорошо он является одним из основных растений, которые устраивают в южных странах, где устраивают биоплата для очистки источников вод. Вот там у нас замерзает все, там нет, поэтому он работает длительным периодом. И мискантус, с моей точки зрения, хорошее растение, все, но не такое устойчивое, как о нем говорили. Вот там, допустим, есть, тут не видно, там водоемчики небольшие. И вот интересно, рядом возле этого водоема, я не поливаю мискантус, значит, рядом с водоемом бульная идет растительность, то есть там до двух метров высота одного растения, и потом по мере того, как на три-четыре метра мы отступаем, вот видите, отступаем ближе к нам, растение все меньше, меньше, меньше. То есть представьте себе, какой микроклимат создает даже маленький водоем. То есть когда вода в саду есть, это изменение микроклимата. То есть растение это чувствует. Искантус агресов, Да, он агресов. Он агресов. как говорят, нет плохих растений. Нужно вот в западной, не теория, а в западном направлении, да, коллеги, они говорят, нужно не ухаживать за садом. А что делать? Управлять. Отличие уход и управление. И вот зная особенности, ну у них скажем так, возможностей наверное были больше. У нас же все разрушилось. Все эти институты, там это лаборатории остались, они культивируют, ну еще бизнес очень большой. Вот. Поэтому изучают проблемы в луговых посадках. У нас кто-нибудь занимается лугами. Нет. Немцы занимаются, американцы занимаются. А у нас говорят у вас и так все есть. Да. вот кстати хочу сказать вот за интересное растение вот на дальнем плане да высокое такое дерево повисло это пендула кипарисык нутканский вот один из видов которые у нас хорошо себя чувствуют. сколько мы кипарисовикам не садили не все ну сейчас зимотеплое через два года будет минус 27 он погибет этот уже растет на этом месте 10 лет вот ему 10 лет его не поливаю понимаете что это степь ветер снег весеннее мороз и солнце то есть он живет в жесточайших условиях я просто удивлен его выносливости но у нас почему-то не очень популярно а как он появился посадили не сам где-то нет нет это заведен да первое время поливали да вначале поливали конечно водоем ряду да и водоем дает свое это дорогое растение ну когда оно маленькое недорогое но сейчас да сейчас такой стоит не знаю не скажу где а то сейчас выкопаю вот обратите внимание по поводу луговых газонов да вот смотрите вот это слева там где беседка слева писарки мы там пока ничего не делали это естественный вот тот луг который цветет прекрасно различными гаммами и я к сожалению не знаток вот только сейчас в эту тему окунаюсь вот степные травмы то есть на одном квадратном метре вот биолог наверное знает ну не знаю там сотня видов наверное есть от мельчайших каких-то растений которые похожи друг на друга но это все все растение это вот то чем я говорил что когда дизайнеры знают вот этот фитоциноз в зависимости от его ярусности и плотности посадки нам нужно учиться у природы вот сейчас мы это оставляем смотрим где-то там подрезаем подсаживаем смотрим как другие какие-то растения ведут себя единственный момент отрицательный даже два момента первое люди вот еще я обращаю внимание на поведение наших гостей туристов у нас их много они я это воспринимаю как знаете модное какое-то течение которое нам коллеги с запада подсказывают а наши люди говорят бурьян вы говорите вы тут заросли вот у нас допустим вокруг покошена там трава а вот одна часть не покошена вот там где мы экспериментируем они не воспринимают это еще семена разве конечно соседи приходят вот ты бурьян не покосил ну да амброзия тоже есть мы с ней боремся но опять же вот этот культурный подход к садоводству один и природный он другой ну и тот кто увлекается дачей огорода вы знаете это экологическое направление дачу все это складывают сорняков и так далее вот тоже смотришь на огород он весь такой как будто там туда бурьян вырвал бросил но зато объяснить людям о том что это экологично и лесу никто не косит никто ничего не делает это сложно у нас если земля не прополотая если там что там вдруг какой-то бессмертник появился или еще растение дико или пизма вдруг выросла ну она растет возле дороги поэтому она неинтересная недорогая она не есть предмет гордости а сад все-таки у нас предмет гордости в газон должен быть покошен в газон горит это не газон это не газон в данном случае это лугово луг мы называем газоном газон это трава мы говорим интегральное знаете давайте в терминах газон это все травой газон это травяное покрытие но если мы будем говорить что это луговое покрытие мы будем понимать что его косить нужно раз сезон два а если мы говорим это спортивный газон универсальный газон у которого другие задачи конечно его нужно косить но мы еще провели интересный эксперимент мне он нравится когда мы вот этот объект начали строить мы естественно на большую территорию земли денег не хватит там газоном закатать или там высадить растения оставили это все и вот этот лух который вы видите да он сам у нас появился там где ходят туристы мы его косим я называю украинским газоном то есть дернина сформировалась из многолетних трав которые при покосе оставляют свой какую-то высоту там где проплешины были появляется спорыж опять же он летает вот и таким образом в межсезонье только у нас есть и неудобные места где спорыж не затянул и нет зелени ну и там где туристы толкутся там где тир стрельба из лука там где лошадь бегает там конечно от вытоптан но в целом мы косим всю эту территорию вот за несколько лет у нас сформировался хороший газон который мы не поливаем не удобряем да мы должны понимать что это природное образование и требовать от них одна дома приехала такая вся и говорит так у вас уж как бы вот тут ну трава а мы говорим так вы куда приехали вы же на природу приехали а вот да у людей стереотипы что сад должен быть ухожен настолько вот что видна там работа мы должны для себя понимать есть разные требования к садам как моде высокая мода обыкновенная течение да поэтому приходится тоже вот там проводить некий хотя наша задача дать эмоции когда приезжают люди с весны вот по конец октября все цветет то ромашки цветут то полынь цветет то еще там что-то одним словом много интересных растений вот это варианты европейские это европейские здесь больше в данном случае преобладает больше монокультура ну на мой взгляд там было похоже на щучку на луговик и веник вот здесь это перестащики вот видите пуль между деревьями высажены большими массами опять же кто-то высаживает моноблоками кто-то высаживает ярусностью и так далее из подходы могут быть раз но самое главное что многолетники и злаки они покрывают основную территорию а вот сколько он цветет все летом нет нет у каждого еще когда вы смотрите журнал или едете за границу смотри какую-то красивую штуку вы должны понимать что это все время когда заказчики приезжают из очередной заграничной повестки и показывают картину я хочу это но начинает у вас болеть голова у нас во первых этого нет а что-то похожее все равно у него период цветения небольшой поэтому когда допустим пересечительник цветет то потом колоски остаются но до этого он обычно вот мавританский газон они были очень популярны продаются смеси различных там однолетних саморассивающихся тоже хорошая штука поэтому луговые и мавританские газоны они как бы в одном в одной тематике находятся просто назвали это мавританский я даже не знаю почему может быть маври когда в испании там завезли травы хотя вот если не говорить о том что это мавританский собственно говоря у бабушки в саду мы вот такое увидим но заказчики считают что это старом можно потому что повторяю у многих заказ сад это предмет гордость вот такие варианты здесь уже видите есть комбинации злаки и универсальный газон это я к тому что он в комбинированном варианте используются и универсальный и злаки это не есть плохо это мне нравится потому что с точки зрения эстетической есть какая-то там позиция из пространства из плоскости ну и тогда есть эмоция вот единственное что нужно опять же правильно использовать эти растения газон должен быть газоном злаки многолетники должны быть вы определяете для себя исходя из эстетических соображений какой вам там композицию пятно но в данном случае газон универсальный не смешивается ни с чем лучше всего ставить бордюр если бордюр не ставить нужно будет подрезать хлопать известная практика чем ну скажем так меньше вы сэкономите на устройстве тем вы меньше потратите в будущем на эксплуатацию бордюра и до хороших но единственного в данном случае здесь вопрос поливов я не знаю где этот объект какой там злой если европа все-таки больше полив там не так критиченка для запорожья и милитополя ну разница в температурах у нас покупают газон допустим из милитополя не говорят у нас уже там плюс 30 у нас нормально плюс 25 пусть красиво ну правильно правильно все опять же мы должны понимать что любое растение дерево или там цветущие многолетних или злаки все должно быть или роза или там я опять люблю розы все растения люблю но каждое растение должно быть по месту проект само собой на проекте у меня отдельная лекция есть приходите поговорим да вот кстати допустил опять же вот тема озеленение трамвайных пути в европе есть но вот у нас она как бы не очень приживается ну наверное по двум причинам первых все таки это нет тоже затраты сознание те кто проектирует пути вот потому что там я надо оставляйте грунт немножко и строительные материалы убирать а у нас сделали пошли вот ну и все таки поливать там надо но так как вероятно европе более мягкий климат чем у нас в днепре наверно все таки это будет не реально да и вот я такие небольшие правила хочу вам презентовать чтобы у вас после лекции оставились такие вот главное таким триггер то что можно что нельзя и потом когда вы будете или сами будет заниматься устройством своего газона или кто-то вам будет делать эти правила вам помогут потому что как любое правило оно здесь есть правило которое не я придумал их они вытекают из различных обсуждений там статей них нашего опыта но это как правило дорожного движения из каждый пункт он как говорится обеспечен чем-то аварии вызвучи это в нашем случае деньгами потому что когда мы делаем ошибки на объектах мы потом за свой счет их исправляем ну и потом естественно уже начинаешь понимать я так больше никогда не пел газон может быть любой формы но он должен удобен в обслуживании газон должен стремиться в любом случае какой-то геометрической форме квадрат круг но он не должен быть иметь вот такие загогулины первое очень неудобно поливать правильно если вы делаете полив вы делаете обязательно полив разделяете на отдельную зону газон поливается отдельно одной отдельной зоной полива а все остальное то есть нельзя оставить заживатель который будет поливать все сразу и газон и какую-то клумбу там или дерево это опять же отдельная тема но удобство в том что геометрическую форму имеет газон удобно косить это однозначно потому что ну когда имеет вот такие различные загогулины как кляксы там это просто его обслуживают вполне приличной формы плавная как у нас многие предпочитают четкие там геометрия но во всяком случае это такие примеры хорошего тона планировки газона удобно поливать удобно обслуживать не важно не важно газон должен быть на солнечном месте я уже говорил используется в основном луговые травы которые любят солнце и влагу о затенении вот то что мы видим я уже говорил в начале что когда газон при устроен при создании какого-либо объекта в частности у нас парк да там 1 2 сделали и газон постелили под деревьями его там не будет через время его там не будет ну во первых косить раз если между деревьями кустами но сейчас мы имеем ввиду что под деревьями северной стороны дома желательно в тени газон не делать да вон там где он не погибнет он будет не декоративно будет тут как трава это вообще можно оставить если задача заверните быстро территорию вот я допустим на объекте на своем ждал несколько лет пока у меня все естественным образом вырастет я не обращал внимания то может быть заказчику или вам захочется создать что-либо быстро вы постелили газон и забыли про него то есть не косите он там пуститься начинает все эти колосочки появляться и так далее так далее но вы сознательно идете на этот шаг но опять же в тени многие виды выпадут они любят солнце вот на солнце вот в частности у нас здесь солнечная сторона газон себя чувствует универсально хорошо этот объект он неоднозначный вот он неоднозначный на нем я могу вам привести ошибки следующие которых я также рекомендую не делать но в данном случае здесь хорошо то что мы его расположили на солнце поливается он одобряю удобно поливается но дальше если там картинка будет я скажу если нет мы вернемся к этой теме расположение кустарников и деревьев на газон вот здесь на этом объекте кустарники находится на самом газоне продолжение темы в лесу газон не делается а здесь есть я вам показываю картинки поймите картинки публикуются с какой целью нет показать ну если допустим дизайнеры публикуют свое портфолио они показывают о том что вот какие они классные какой они объект сделали как раз вот его постелили там он подрос сфотографировали и запустили картинку в журнал в интернет и она гуляет и все смотрят вау класс хочу такое а через год через год через два через пять газон становится уже не газоном заказчик ходит нервничает исполнитель их приезжает подсевают и таким образом ну какая-то какой-то процесс восстановления идет но он времени вот а у нас особенно часто я грешил этим вначале своей карьеры когда мы шли на поводу у заказчика и хочу с газон с основом орловщина песчанка там очень много таких примеров мы даже полив делали между деревья это катастрофа вы подкапываетесь под корни нарушаете эти корни сосны болеют потом ну и тогда короче но заказчик говорит у соседа есть я такое хочу приходилось делать сейчас такого не делаем мы просто уходим даже на полпути поэтому очень много не оконченных объектов из-за того что ну можем себе позволить и знаем что потом будет наши затраты на его восстановление будут больше чем мы заработаем поэтому сейчас дальше возвращаясь к этому объекту здесь другая была ситуация представьте себе берег днепра там дальше берег берег хотя мне объект нравится хорошие были решения заказчик в начале конечно сильно упирался и мы с ним боролись во многих вещах побороли в одном только не побороли это газон 50 соток я хочу в везде я его понимаю когда построили дом голое место и он говорит давай я хочу что-то зеленое не хотел ждать пока там на вен многолетники разрастутся говорит давай мы сделали какой опыт отрицательный то что кустарники находятся на газоне то есть вокруг газона мы когда делали полив нас в первую очередь волновал газон потому что газон более чувствителен к отсутствию полива на солнечном месте вот кустарники разрастаются вот сейчас они еще больше это там и то мы их стригли значит держали пышность рост а так там вот калина которая цветет или там пузыри плотник краснолистные там большие кусты они в год там до 60 сантиметров дают прирост если поливать не буду здесь появляется удобрять вот то есть кустарники разрастаются полив перекрывается крона появляется пусть места где нет полива а солнце например вот с южной стороны 20 солнце и там проплешины все нервничают заказчик заставляет нас переставлять переделывать поливал тут кто делал по ним прекрасно поймешь от адский труд на готовом объекте что-то переделывать и более уже это зон хуже чем да 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 то есть уже дёрну такой сантиметров 15 вот поэтому вывод никогда не высаживайте ничего на газовой никогда если вам миллион но вообще если так быть честным то никогда кроме проблем в будущем ничего хорошего и самое интересное что деньги которые заказчик потратил на газон они выбрасываются каким образом куст растет газоноплощадь уменьшается садовник его вырезает и получается вокруг куста в диаметре до двух метров уже нет то есть практически два метра квадратных и какие представьте себе сколько кустов и есть места где уже вот этих приствольные круги замульчированные мучу это во-первых декоративность нарушается не например не нравится когда под кустами не декоративно газон уменьшается можно было потому это мне когда смотреть очень для себя решать как вы хотите никогда не делайте газон в лесу под деревьями только на открытой ну и третье правило это тоже неправильно неправильно почему опять же возвращаясь первое к поливу вы сделали розарий на газоне ну хорошо если какая-то форма этого розария удобно вот как мы сделали круг с этими да удобно мы полив отдельно отдельно поставили нормально капельная труба лежит под саншитом вот на этом круге вот на этом круге там капельная труба лежит у него свой полив своя зона полива дальше по окружности сюда идет полив здесь нормально полив плохо вот там в кустах а если вы сделаете общий полив что часто бывает в целях экономии ставится поливалка с большим радиусом или ротор не дай бог то все поливается одновременно вот вы должны понимать что для газона полива больше нужно чем для кустарников а розык правильно вы заметили они не любят полив сверху и получается мучнистая здравствуй мучнистая роса поэтому те картинки красивые которые мы видим с маленькими клумбочками это тоже катастрофа например это не наш объект вот это вот плохо прибрежный парк который у нас открыли сквер открылся на набережной там вот такая же катастрофа ну красиво деньги потратили заработка но в то же время 50 соток если дает кустарни этим газоном тоже некрасиво скажите а если просто трава естественно трава стоит или году приходит естественно трава стоит и всего лишь покосы и полив разве это не значит смотрите эти виды которые заложены в газовую смесь они не полив не предполагают разрастание когда их не косят то есть они кустятся потом колосятся и все да и появятся проплешина как на обычном луге в природе в природе арсеница или там рейграс они кучками растут понимаете и там должны быть в природе другие растения занимать свою нишу экологическую нет через несколько лет как у меня это получилось возможно но первое если вы находитесь не в сельской местности а в городе то возможности что к вам залетят травы которые вам понравятся там спарыш например да птички занесут меньше чем если у вас объект в селе находится ну в селе уж как бы простор то есть грубо говоря вы в городе меньше получаете ссорных трав спарышек везде ну ну слава богу смотрите сколько нет я за спарыш он кстати очень полезный для почвы ночегонный вот я к чему что то как вариант вы можете закатать или посеять траву но понимать что вы его косить не будете и потом проплешины будете досевать досевать то что как бы вам сказать не всегда может быть достигнута та декоративность которую вы хотите понимаете понимаете то есть у вас допустим там какой то дизайн придумал там какие то культурные ну например лаванда на фоне газона или роза на фоне они шикарно смотрятся на фоне вот такого природного варианта наверное нет мы же не говорим за природный вариант который я показывал раньше да где группы злака и все остальное просто в данном случае вы можете посеять газонную смесь добавить в дальнейшем туда однолетние какие то то есть вы создадите вы создадите лук но со временем но вы в начале получите что вы объект сдаете или построили вы хотите что то сразу да вы делаете газонную классическую траву и не забываете про покосы и получаете со временем просто лук для управления вот такая а клевер клевер прекрасная трава на газоне это злостный сорняк а в лугу прекрасно от клевера газон получается мы высаживали вот на этом объекте который был с домом откосы клевером на водоеме прекрасно себя чувствую просто прекрасно скосить не надо сорняка нет он настолько агрессивен что но по нему конечно ходить ну раз два нужно пройтись ну и потом зеленая масса на зиму попадает эти склоны чем поливали чем поливали чем поливали поливался чем ну обычно ротаторами или капельными капельными нет нет мы у нас стояли ротаторы стояли такой разряженный роторы на большом объеме и капельным мы поливаем только лишь изгороди или отдельно какой градус склонут ну то есть там же надо подойдет вы знаете я думаю там где-то градусом наверное 30-20 но там никто не ходит понятно но надо чтобы трава взошла чтобы от полива не размыла вы знаете мы сталкивались с этой проблемой мы потом попали в такую ситуацию нас еще газон мы сеяли вот на том большом объекте где дом с водоемом нет нет там разный клевер был участок клевера участок три участка газона клевера поливицы и универсальный газон значит в то время рулонного газона внутри не было мы мы сеяли вручную и вот так как уклон есть в сторону водоема пошли ливни и все это смывалось нам приходилось подсевать вот потом когда мы включали полив то мы его включали естественно дозированно чтобы чуть-чуть промокло ну скажем так не так сразу зарядили его на 20-30 минут а поливали его там по 5 минут чтобы только промокал верхний слой вот и таким образом он зашел очень быстро ну и прекрасно сочувствовали я имею ввиду клевер потому что там никто не ходит и ну поливали это 30-ти градусный никто никто не ходил его клевер не косят ну есть желание заказчику нравилось в нем там много насекомых челки летают шмели они выходили туда и обалдели от этого потому что участок большой гектар и на этом участке есть разные зоны и поэтому там не ну почему да вот кстати можно почему не можно может поперёк ну может да ну и вузу электрической да короче нюансы есть мне больше нравятся такие варианты они вначале хлопотные конечно но зато потом да может быть вначале очень хлопотные но зато потом меньше красиво и красиво есть рекомендация на газоне высаживать лукомищные крокусы я считаю нежелательно у нас тоже был опыт вот этот объект как раз 2004 год заказчик говорит давай посадим красиво но мы должны понимать что для того чтобы любоваться крокусами в это время например пошли сильные дожди и пошел газон в рост мы их сосили но обычно крокусы успевают до первого покоса ну вот не успели понимаете климат разный климат разный в Киеве один климат в Мелитополе другой в Европе другой хотя там зоны может быть морозостойкости но влага ну и масса всех то есть можно это все делать но мы должны понимать что нас ожидает я об этом да мы можем делать по большому счету все что хотите хоть ну газон на стенах и такое есть на крыше сейчас делать начинают и на балконах ну кто-то наверно хочет вот много а удобрять надо газон газон конечно газон любит три вещи полив удобрений сон если не будем удобрять масло не будет рассеять не располагайте садовую мебель долго одно дело там вы вышли шезлонг вынесли там на два часа полежали но если постоянно оставлять будет проплес качели готовить да опять же на детских площадках иногда там газон делать потом проблема поливать его там косить нет это то же самое что дерево находится на газонной части хотя вот как разовая картинка классно хочется выйти полежать а потом мы забыли уехали там охранник не убрал приехали зачем же газон то а? зачем же газон то вот вы правильный вопрос задавите зачем газон вот надо понимать в начале ответить для себя на вопрос в принципе для чего мне сад в принципе и вот те элементы которые у нас есть в саду точно так же потому что нет ничего плохого нет ничего хорошего все как бы нейтрально знаете но все должно быть в одном в том месте где оно должно быть если вы хотите на газоне играть нормально это хорошо но вы просто должны понимать посидели убрали поиграли как говорится не в бутсах с шипами а просто побегали по газону прекрасно стадион у стадиона есть определенная часть временная по бутапу то есть вы его не выдачи но если что-то оставите у нас был случай когда мы уже там работы сдали все сдали газону год уже прекрасно был приехали менять стекла на объеме ну и старые стекла красивые большие фигурные ну закачку не понравилось цвет не понравились они были цветные не понравились ну и значит рабочие демонтировали эти стекла ну как бы жалко они побьются надо какое-то положить на ровное место куда они положили на газон пока они монтировали новые вето прошло ну там день да когда они подняли эти окна ну у них прединфарктное состояние желтая трава это вот конечно утрировано но в принципе выгорело ну и так далее но конечно восстановилось насколько было нервов а бордюре говорили бордюр везде бордюр вот в данном случае в этом саду мы ставили бордюр да пластиковый заказчика убедили дорожки вот эти из щепня они еще носят функцию дренажную так уклон вот вода бежит и нас эта дорожка спасла в начале когда мы сеяли газон так как дорожки пересекали этот уклон то вода не разгонялась не успевала разгоняться сейчас когда все в траве летит прямо в водоем не задерживается но зато часть оседает вот в этой мы ее назвали дренажная канава в виде дорожки вот дорожки наверное тоже гребецидами надо урабатывать нет ничего там все нормально там текстиль сверху нет ну может какая-то мелочь залетит но какая высота бордюра сколько он 20 см там 20 см он весь землю закапывается да газон фактически мы его практически в рове с грунтом да потому что трава над газоном почему когда вы будете косить вы косите пластик поэтому он должен быть ровно плотно не проседать не подниматься и он ровненький красивый бордюр конечно лучше использовать вот который имеет более менее жесткий и окантовочка округлая как шланг это самый лучший ну у него ребро жесткости потому что волнистый он деформировал вот в данном случае здесь еще один тип указан хороший у нас по-моему киевляне делают этот бордюр хороший для брусчатки укладываться камер в то время когда в начале 2000-х таких бордюров не было и нам приходилось брусчатку чтобы не ставить бордюр укладывать бетонное основание потом заливать арматуру использовать окантовку арматура ее сжимать а вот здесь прекрасно укладывается бордюр он да 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 вот где молоток а это черный бордюр более жесткий я думаю там пол сантиметра толщины свиньи слева это тоже пластиковые да это пластик просто гвозди забивают там пластиковые целая индустрия вот то о чем мы говорили но наш бордюрчик все равно нет мы говорим о том что удобство покоса полива я об этом вот там по всей видимости самшит наверное такие шарики будут разрастаться между ними будет подниматься трава там где садовник он скажет когда он ходит с ножницами проклинается всех на свете или например когда вы газон покосили остался приплюснутый газон над бордюром и нужно его обрезать очень удобно и вот красивая картина хочется иметь такую как так что там где розы должна быть земля лучше всего чтобы эту группу роз сделать группой отдельно от газона чтобы между ними не было газона наверняка этот участок но если он в нашей зоне находился то здесь поливалась бы все одновременно и розы и газон если это там где-то европа где-то повлажнее может быть они и не поливают в британии допустим газон практически не поливают но такие ландшафты там ну как нормально а дразнить британские картинки но мы рассматриваем наши и их варианты или вот отдельно видите здесь как бы правильно сделано то есть пускай где-то он с какими-то загогулинами но он отделен хотя поливать наверное неудобно будет все равно полив будет перекрывать и дорожку заказчикам это не нравится что ну увлажняется опять же если мы рассматриваем сад как предмет гордости у нас был такой случай когда у заказчика был в день рождения вечером и перед этим они пополивали поливались дорожки люди пришли на каблуках в белых туфлях и по мокрым тротуарам ходили а я заказчиков предупреждал отдельно говорим грубильник выключить небольшие идеи которые на мой взгляд могут не не очень нравятся вот такие решения современная планировка абстракция абстракция там к водоему можно вернуться там черный к водоем да каскад да гранитный каскад ну видно ухоженный бесспорно ну он более менее удобен во всяком случае косики поливать можно и на водоемчик пополивать но он удобен в обслуживании в обслуживании или вот там да он не высокий его можно поставить но обратите внимание то есть шары самшитовые между ними газонами ну там даже муча ну лично я конечно к мучированию инверсными материалами отношусь отрицательно то есть не использую оцидку мраморную организмную если мучировать то только или же органикой или растением почвопокровной король а король король да король да но в последнее время больше предпочитаю все таки почвопокровная то есть вот когда мы делаем даже изгороди из самшита да то что мы видели вот здесь то мы высаживаем там почвопокровная живучка живучка дешеные она может быть не такая она может быть больше неряшливости но если заказчика убить и рассказать что это более природно более правильно он согласится дешение еще можно покушать яхотки отчитки могут быть если там солнечная сторона отчитки могут хорошо себя чувствовать долго ждать ну сад в принципе долго ждать но потом быстро можно только ровный газон закатать как бы да или вот видите мочивающие слои да вот или земляника или даже душевная прекрасно то есть вот это есть на мой взгляд правила хорошего тона в планировке а мелко щебенка вы протеете да ну во первых почему первое с экологической точки зрения под щебенку вы что делаете агроволокно 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 биолог нам скажет это губительно для червячков паучков которые нам делают вот она через 3 года разложится агроволокно смотря что вы покрыли смотря если вы укладываете материал который разлагается под кору хорошо но зачем под кору вообще укладывать агроволокно потому что будет лезть невязко с ней ну понимаете тогда закатайте закатайте все в бетон вариант можете если вы совсем обеспокоены сорняками под кору ну туда картон бумагу положите да но если вы туда положили войлок ну или киотекстиль ну все там будет лежать не знаю сколько даже лет и под ним земля ну не будет живой мы решаем еще экологическую часть если под кору то в начале вариант а вы можете положить туда то что потом сгниет если вы боитесь сорняков но сорняки все равно появятся потому что они летают значит то есть какой смысл это делать убирайте сорняки второй момент вы высаживаете почвопокровные они вступают в конкуренцию с сорняками мы делали так мы делали для первого вида укладывали на землю кору вы высаживали почвопокровные со временем кора перегнивала почвопокровные занимали свою нишу сорнякам было уже не так весело если же мы укладываем геотекстиль потом укладываем щебень гальку мрамор мы получаем мертвую землю ничего там не живет погиб органика не работают червячки не делают дополнительные каналы для кислорода аэрацию органику не добавляют полив не так скажем так проникает потому что земля не рыхлая становится то есть со временем когда мы идем по экологическому пути мы занимаемся почвообразованием рекультивацией ну как бы медленно но уверенно муча из инверсных материалов этого не дает перегревается щебень он еще не раскаляется да он открывается конечно поэтому щебеночную можно только использовать ну как дорожное покрытие на мой взгляд то есть когда например большие площади и вы зимой там не ходите особенно вот то щебеночное в нашем варианте было прекрасно а вот если это массаж об этом вообще можно лекцию прочитать в пользу зато полезно зато полезно а снег убирать не убирают не убирают не убирают не убирают не убирают не убирают во французских садах не такая зима как и нам да есть традиционные варианты вот там имитация японского сада да там это обусловлено культурой если вы делаете японский сад ну тогда да но у вас тогда есть идентич вот кстати по тени ну я не могу сказать как в этом случае но бывают такие случаи когда там ну больше всего в северной части падает на газон тень и вот там где постоянно блуждает газон становится более насыщенный зеленый а на солнечный он становится более светлый заказчик это тоже раздражает вот видите хорошее решение под деревьями да они топиарные но при этом масса времени на уход ну видать человеку хочется так красиво он отдает себе что такой сад требователь вот но тем не менее явностность в посадках под деревьями прекрасно еще то есть формальные сады тоже имеют скажите пожалуйста я просто вижу что гарные деревья они растут на возвышении а что там под деревьями какие-то почвопокровники да они не на возвышении просто вокруг них растения сидят растения да и их подстригают их подстригают а вот газон он с криткой сейчас расскажу сейчас я посмотрю если у меня там нет если будет картинка может быть и не будет по поводу газона на стоянках вот когда сейчас нам частенько производитель вбрасывает ну мы должны понимать что это бизнес растение бизнес газон это бизнес луговые травы это тоже бизнес то есть все бизнес в основе всего лежит экономика газонщики производители газона продвигают свою идею газону что газоны везде у нас самые классные газоны и все остальное производители многолетних травм и адепты луговых сообществ они говорят что газоны это плохо потому что они их не продают если бы они их продавали я продаю газоны поэтому я нейтральную позицию занимаю и просто заказчикам рассказываю где он уместен а если вы обратитесь к моим коллегам которые занимаются луговыми травами и увлекаются новой волной они скажут газон это это отстой это вчерашний день это расходы ну одним словом это потому что для них это бизнес я все рассматриваю через экономику вот и возвращаясь к площадкам стоянкам где сквозь плитку специальную прорастая трава в нашем климате это не работает опять же раскаляется бетоп вот полив неудобен и так далее то есть возможно я не экспериментирую может быть если бы на определенной глубине в этих фэмах посадить там все думы отщитки ну колесо не будет по ним ехать то может быть они будут надо поэкспериментировать а пластиковые сетки которые вот укрепляют ну вы понимаете если вы пластиковая сетка да она укрепляет она тоже нагревается ну она нагревается она зарастает травой но все равно знаете как если у вас часто стоит машина все равно будут ну например дорожка лучше сделать отдельные дорожки под колеса а остальное засеять ну или газоном если вы будете за ним ухаживать или же многолетниками почвопокровными и колесами по ним не ездить как решение да но сетка не думаю что да ну там и то и Продолжение следует...